Доброго здоровья, с вами Нелнара и Лайнея, и на следы на вопросы. Тоже смотрела видео об инференциях в людях. Гипнотизер вводит человека в регрессивный гипноз, и рациональная физическая часть человека проводит исследование своей подсознательной части, то есть как она сейчас себя чувствует, кто или что ей мешает. Если выявляются страхи, чувства вины, гнева, грусти, тогда ищется причина в подсознательном не только в этой жизни, но и в прошлых воплощениях, или даже между воплощениями. Контракт заключается исключительно в согласии человека. Но как быть, когда условия контракта не выполняются инопланетными существами, или душе не договаривают условия обмена? Ведь есть существа, которые живут, интерферируют с человеком за счет низких вибраций страха, гнева каждодневного, провоцируя ситуации, в которых человек воспроизводит нужную негативную эмоцию. Ставятся импланты, которые контролируют подсознательную часть, или та уже не может владеть собой. Многие контракты заключаются на низких частотах, когда человек испытывает негативные эмоции. Возможно ли самостоятельно разорвать такой не очень честный контракт? Или как именно это сделать? Все ли, кто нас ведет, наши инопланетные ангелы-хранители подключены к нам имплантами? Они же не просто так возятся с нами. Руслан, интересен твой ответ. Но как быть, когда условия контракта не выполняются инопланетными существами? Или души недоговаривают условия обмена? Не выполняются? А вы сами выполняете? Если вы не хотите, то могут ли себе позволить существа другого измерения или ведущие вас тоже не выполнять? Когда у вас есть желание что-то выполнить, вы его проговариваете или озвучиваете в качестве намерения, лучше вслух, тогда и находятся существа, которые с вами начинают это выполнять. Если вы сами сопротивляетесь или хотите чего-то другого, или хотите особых условий для выполнения, а именно такими, какими сейчас не хотите выполнять, то реакции не будет, ничего не будет. Необходимо ваше согласие и соблюдение условий и принятие того, что есть для выполнения контрактов. Хотя здесь могут быть разные ситуации, которые можно обсуждать отдельно. Если вы назовёте пример, мы это можем обсудить. Либо и на консультации. Ведь есть существа, которые живут, интерферируют с человеком за счёт низких вибраций страха, дневно, каждодневно провоцируя ситуации, в которых человек воспроизводит нужную негативную эмоцию. А в чём вопрос, если он есть? Ну так, так ли это? Да, такое есть. Если вы привыкли к какой-то эмоции… И что эти существа каждодневно провоцируют ситуации, в которых человек воспроизводит нужную негативную эмоцию. Да, такое есть. Это определённые существа, которые этим питаются, или которые по-другому взаимодействуют с вами только через эти эмоции. Да, такое присутствует, их достаточно много. Их по-другому можно назвать сущностями. Хотя есть и существа. И ставятся импланты, которые контролируют подсознательную часть, и та уже не может владеть собой. Да, есть. Не может владеть. Не хочет. Каждый сам хозяин своей жизни. Если ему нравится, если он привык, может быть, не нравится, но привычка — это сильная вещь для некоторых. Вы привыкли питать некоторых сущностей, существ. Вы привыкли генерировать гнев, страх, ругаться на кого-то, повышать голос, воспитывать в жёсткой форме. Или просто кричать. Вот даже на собаку, которую вы воспитываете, вы орёте на неё, и вы генерируете особое поведение. И при этом к вам пререпляются особые сущности или просто сопровождают существа, которые именно впитывают ваш гнев к собаке и также её страх к вам. То же самое с детьми. Некоторые воспитывают ремнём, угрозами, шантажём, просто криками. Чем-то из этого. И думают, что они правильно делают. Да нет, они как раз вызывают в своих детях страх. Которые питаются сущности или существа, которые при этом и перерепляются как к вам, так и к вашим детям. А вопрос в том, что всё дело вот в этих сущностях, которые провоцируют людей на такое поведение. Когда вы уже в первый раз излучили это, тем более повторно, вы создали рецидив, вы стали рецидивистом какой-то эмоции. То есть у вас прокладывается дорожка выхода эмоций. И тогда до удобства, конечно, ей, этой дорожке, её окаймляют. Ставят удобный проводничок, который может для некоторых выглядеть как имплант. Проводник для более удобного проведения энергии, без потерь. Просто когда вы впервые какую-то эмоцию излучаете, вы её вовне, вы её рассеиваете. Тогда существа, которые видят вас как источник питания, какую-то эмоцию, просто устанавливают кранчик, через который будет выделяться эта энергия конкретно к ним, конкретно в определённое русло. Без потери они не любят терять, они любят экономить, беречь, направлять, накапливать. И это некоторые ясновидящие видят как имплант. Когда вы перестаёте излучать, то из этого кранчика ничего не течёт. И со временем его могут снять, переставить другому человеку. Потому что он у вас не работает. Вы перестали генерировать. Понимаете, в чём секрет? Их снимать не обязательно. Если вы их снимете, вы опять будете рассеивать и опять вам установят. Если вы продолжаете излучать ту же самую эмоцию. И если вы перестали её излучать или преобразили в другую, то этот кранчик не работает. И тогда его за ненадобностью, за... У нас ничего лишнего нет. Его просто снимут. Потому что везде лишнего нет. Его просто перестают в другое место, к другому человеку. А вопрос всё-таки в том, что устанавливают эти импланты, создаётся такой канал откачки энергии и создаются специальные условия, чтобы человек вот по этому каналу поделял определённую энергию. То есть... То есть провоцируют его различными жизненными ситуациями на выделение определённого вида энергии. Конечно, когда человек привык гневаться и достаточно легко это делает, и ему просто это делать, то около него и поселяются существа, которые провоцируют его на это. Конечно. Потому что для человека это норма. У него определённое количество эмоций должно выйти через него, потому что он именно так привык управлять, манипулировать подчинёнными, детьми, животными. У него это работа. Представляете, есть люди, которые приходят, особенно военные. Вот я был в армии, там это буквально за норму. Командовать, приказывать, орать на подчинённых. Посмотрите на американскую армию. Там буквально орут, унижают старшие по званию, младших по званию, особенно рядовых. И в армии этих существ, этих ситуаций полно. И когда человек именно так руководит, то, конечно, существо, во-первых, ждёт, а если ему хочется есть или много существ, они провоцируют. Вот, нари на это почему? Он провинился в этом, в мелочи. Нари, покричи, он должен. Нам хочется кушать. Конечно, когда таких существ много, они хотят есть, они лишний раз и провоцируют. То есть это человек, получается, таким образом демонстрирует свою неосознанность, да? Находясь на поводу таких сущностей. Да, он не знает, что происходит, он привык, он действует по наитию, по привычке. Не понимая, как это, куда, что, он просто не видит. Если он меняет своё поведение, то эти сущности от него отцепятся, да? Да, автоматически. Не получая питания, а куда им деваться, они найдут нового. Многие контракты заключаются на низких частотах, когда человек испытывает негативные эмоции. Возможно ли самостоятельно разорвать такой не очень честный контракт? И как именно это сделать? Первую часть ещё раз. Многие контракты заключаются на низких частотах, когда человек испытывает негативные эмоции. Можно ли самостоятельно разорвать такой не очень честный контракт и как именно это сделать конечно переставайте генерировать эти эмоции все контракт рассыпается то есть когда вы не исполняете до свою часть договора он унируется все ли кто нас ведет наши инопланетные ангелы-хранители подключены нам им к нам имплантами есть конечно приспособление через которых течет энергия более прямо и их можно тоже видеть некоторыми ясновидящими как импланты существа высокого измерения имеет вставки в стройке конечно и некоторые пытаются от них очиститься на тепла можно рассматривать еще как некий приемник конечно декодер антенна для настройки на своих существ потому что здесь одно тело у них другое и нужен промежуточный материал который бы переводил переводчики показываю как вот у нас чтобы кого-то понять есть переводчики технические есть люди переводчики также и между друг разными измерениями существуют какие-то трансформаторы которые меняют преобразуют для по понятного восприятия энергию информации если вы их снимете вы останетесь один вы не будете не воспринимать нет тех не этих никого в одиночестве будет доживать они пригождаются на дизайн до отметили на что высокоразвитые существа зачастую общаются телепатически это не слова это мысли образы и да здесь очень актуально декодирование информации потому что они у них свой мир свои понятия у нас свои понятия и чтобы нам найти общий язык эта информация она преобразуется всегда даже чтобы нам понять другого мы часто используем телевидение теперь интернет видеокамеры диктофоны это к тому же относятся примерно инструменты они же не просто так возятся с нами вопрос что они получают за то что нам помогают это смоляку инопланетные ангелы-хранители здесь есть привязанности когда вы какое-то время дружили любили просто сотрудничали с кем-то вы привязываетесь и когда кто-то уходит уезжает перевоплощается ниже по измерению например или в другую на другую планету если у вас есть возможность вам интересно посмотреть где он что он делает если у вас есть возможность помочь посодействовать вы это делаете вот одни из причин почему с вами кто-то проще говоря он вас любит из этой любви помогает я думаю это основная причина хотя есть другие есть рабочие когда вы здесь как мы вот просто работаем и пока мы работаем нам помогает особое существо если мы не работали они не помогали нам содействует мы исполняем миссию и под эту миссию выделяется существо которые сопровождаются которые обустраивают то что мы делаем со своей стороны и если резюмировать если человек хочет расторгнуть договора контракты снять импланты может ли он это сделать стоит ли мы это делать это вам выбирать будьте готовы что если вы это сделать если у вас получится некоторые делают и пытаются использовать других людей гипнозеров там кого-то там контактеров или обещающих что они снимут все 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 или там хоть что-то если это вообще получается а то просто некоторые мечтают и пытаются воз и ныне там на самом деле импланты тем более высшие могут снять только тех кто их устанавливал а ясновидящие далеко не все их могут видеть а только те у кого есть видение высших частот но есть искажение видение есть попытки есть мечты снять что-то не понимая от чего или осуждая видя через свои фильтры и даже забыл в чем вопрос был если человек хочет расторгнуть контракт договор и снять импланты может это сделать но сам например сам если по ней были физически вы можете у себя бородавку удалить родинку да есть технологии которые сейчас выжигают их лазером но какие последствия и вы идете если вы хотите сделать вы идете к врачу и консультировать можете можно сделать и что будет и компетентными врачи и что происходит когда удаляет и что при этом врачи говорят да вы можете это пытаться делать у специалистов и когда вы наблюдаете физически вот тогда вы видите подтверждение когда вы этого не видеть а вам говорят мы вас удалили произошло ли это сделали они хоть что-то и получилось ли у них хотя бы малейшая часть этого вам не видно вы просто верите словам и все поэтому происходит и вообще что-то когда у вас пытается что-то убрать убирается ли это и также когда вам говорят у вас есть импланты а если они у вас тогда бы вы что-то делали тогда бы они работали а делаете ли вы что-то время из того что делаем мы или просто вам сказали вы испугались вам сказали давайте мы снимем искали давайте снимите вы сказали это стоит столько-то вы сказали да я заплачу вы заплатили вам сказали с вас снято и вы вздохнули избавился от проблем а были ли эти проблемы до того как вам их назвали если что-то снялось да то жизнь человека сразу же начинает меняться и и существенно существенно то есть это сразу видно проявление в реальности и если такого нет значит либо этих контрактов договоров и имплантов не было либо они по-прежнему не сняты либо не все так просто и человеку нужно измениться чтобы их снять и сделать это самому вам нужно меняться если вы хотите что-то снять за вас ни за какие деньги не могут вас изменить вы сами меняетесь только тогда что-то меняется вокруг и внутри вас а еще лучше когда вы сами начинаете видеть все внутри себя откуда у вас что и тем более рано или поздно если вы научитесь общаться с теми кто вам что-то устанавливал менял вот тогда будет интересно жить тогда вы сами будете работать с собой виде это все они предполагая или боясь что у вас что-то лишнее или чего-то нет чего хотели бы все это во-первых нарабатывается во вторых исследуется договариваются передоговариваются и все что во мне есть это нужно я раньше думал что природа это установила теперь вижу что все это делают разумные существа для того чтобы я жил здесь учился здесь повышал свою кровь квалификацию и исполнял миссию у меня все что во мне есть на пользу и вы видите на какую я ни в чем не сомневаюсь точнее я разглядываю все внимательно узнаю что для чего и понимаю что для чего это то это и ничего не уничтожая максимум что-то преобразую меняю это внимательно исследуя а что будет после того как я изменю и делаю это конечно не один я с помощью моих многомерных я не думал стоит резюмировать чтобы люди не поддавались панике и не бежали расторгать какие-то договора контракты не выясняя их суть и все-таки старались найти причину в этом ли причина или причина просто в их собственном поведении собственных мыслях эмоциях неправильном образе жизни что не все так инопланетно мистически все очень даже банально и даже скоро ученые начнут понимать что где и почему особенно когда какой-то имплант операционным путем достают если он был физически потому что даже мы ставим некоторые импланты птицам которые перемещаются собакам животным чтобы вирочки ставим прицепляем и это пригождаются нашему чем ученые не из зла это делают из добра они сами хорошо относятся к этим животным понимаете намек то есть просто надо вид недопонимаем причины тех или иных действий и как раз они наблюдают за существом который сейчас некоторые из этих имплант даже учеными могут наблюдаться на экране куда перемещается тот кому поставили маленький кусочек чего-то металла с информацией и он виден на телеэкране вот на радаре на экране и так они исследуют и могут даже прийти на помощь когда существо попал в какую-то беду понимаете для чего бывают эти предметы но это уже другая история мы по имплантам много видео у тебя на канале про импланты и людей по-прежнему страхи страхи еще по этому поводу не так страшен черт как его молит поэтому прежде чем кому-то верить даже нам повышайте свои вибрации увеличивайте свою чувствительность как это делать я говорил других видео сухое каскадное голодание и утончение своей диеты ведет к этому открывайте свое многомерное видение тогда вы сами будете руководить своей многомерной системой договариваться сами видеть сам вести себя да у вас могут появиться при этом нового учителя из более высокого измерения и тогда жизнь вас станет интереснее тогда вы будете уже общаться с другими существами и не за деньги но за другие обмены интересные и взаимополезные если у вас появились новые вопросы в связи с этой или другой темой и вы их можете писать под видео особенно под свежим и на этом мы с вами прощаемся но только до следующих встреч до свидания субтитры создавал DimaTorzok дима Торзок 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 Продолжение следует...